Здравствуйте, коллеги, с вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о колоссальном количестве безработных в США и о холллинге биткоина. А итак, будем начинать, а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы также оставлять в комментариях. Итак, сегодня понедельник, поэтому мы начнем с событий предстоящей недели, что было важно, что нас может ждать на этой неделе, и я также расскажу о своих сделках и о том, что планирую делать. Но начнем с данных по безработице. В прошлую пятницу, как и каждую первую пятницу месяца, были опубликованы данные по количеству созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, Non-Farm Perils. Более 20 миллионов в пятницу вышли эти данные за апрель. Они оказались на историческом минимуме, фактически со времен депрессии 30-х годов. В апреле в США сократились более 20,5 миллионов человек, а уровень безработицы вырос до 14,5%. Почти все отрасли сильно пострадали от этого. Работодатели в сфере гостиничного бизнеса в этот момент работодатели сократили примерно 7,6 миллионов сотрудников, далее производители это 1,3 миллиона и розничные магазины примерно 2 миллиона. Теперь давайте посмотрим как раз, как это выглядит на графике. Действительно, картина, на мой взгляд, довольно-таки интересна с точки зрения того, что мы с вами в новейшей истории таких ситуаций не видели. И, как ни странно, рынок среагировал довольно-таки вяло. Здесь важно понимать, что сейчас фактически этого и ожидали. Как заявил затем на пресс-конференции Трамп, вполне он этого ожидал. Что здесь поделать? Везде пандемия, завершаются бизнесы. Конечно, количество увольнений будет расти. Но, тем не менее, то сейчас мы видим вот это значение на порядке 20,5 миллионов. Вполне вероятно, что это будет пиковое значение, от которого уже пойдет в рост. И также важно заметить то, что до момента как раз начала пандемии США были на рекордно минимальных значениях по безработице, к которым они шли фактически последние 10 лет, ну, фактически последние 10 лет роста. То есть, сейчас, когда опять все упало, опять экономика находится на минимуме, хотя индекс S&P 500, конечно, нам этого не показывает за счет как раз добавления уже ликвидности. Но, тем не менее, то есть с текущих уровней мы можем увидеть начало уже возобновления роста. То есть, опять же, с точки зрения коронавируса, многие страны отказываются от карантинных мер, уже начинается идти послабление, ну и рынок, безусловно, также на это реагирует. Поэтому, сейчас будем ожидать то, что то, что мы видим сейчас, оно можем назвать как пиковое значение. И вполне вероятно, что в данном случае еще есть разговоры о четвертом раунде финансовой помощи со стороны Конгресса. Помимо уже тех выделенных триллионов долларов, даже несмотря на признаки того, что многие американцы испытывают трудности в получении средств. Но, тем не менее, Федеральная резервная система ищет способы того, чтобы найти и оживить экономику с текущих уровней, добавляя, печатая деньги, добавляя ликвидность уже на рынок. Ну и, соответственно, здесь давайте быстро тоже посмотрим на, если мы посмотрим, например, ту же самую пару евро-доллар, фактически то, как ввела себя пара в пятницу, то есть никакого резкого движения здесь не было. То есть, опять же, вполне вероятно, что если бы такой показатель вышел не в момент пандемии, да, конечно, это было бы колоссальное движение на рынке. Но сейчас вся вот эта ситуация, она была уже учтена в цене и фактически мы такого уже сильного движения не видели. Еще одно важное событие, которое пройдет сегодня, это, в первую очередь, это важное событие для рынка криптовалют, это халвинг биткоина. Так как мы не часто касаемся вопроса криптовалют, давайте сначала разберемся, что это значит. Халвинг – это снижение вознаграждения за майнинг в два раза. В сети биткоин он происходит раз в четыре года. Два предыдущих халвинга состоялись в 2012 и 2016 годах. Предстоящий халвинг, ну, то есть, тот халвинг, который будет проходить сегодня, опять же, здесь он произойдет в момент создания последнего блока, да, который, блок под номером 630000, вот 630000, первый блок уже пойдет по новому вознаграждению. Соответственно, сейчас есть ожидание того, когда это произойдет, и фактически, то есть, сейчас вот на одном из криптовалютных ресурсов есть календарь с отчетом этой даты, то есть, ну, вот примерно через 12 часов мы это увидим. Вообще, что это такое, и как это будет происходить? То есть, сегодня будет добыт вот как раз последний блок, который идет в том количестве, которое предусмотрим на эти четыре года, после чего вознаграждение за майнинг будет уменьшено с 12,5 биткоинов, которые есть сейчас за блок до 6,25 биткоина. В результате на рынке возникнет искусственный дефицит биткоина, который, скорее всего, повлечет за собой рост курса. Так, после первого халвинга биткоин подорожал примерно с 10 до 1000 долларов, а в результате второго халвинга курс вырос до 20. Ну, безусловно, то есть, это было не сразу, это было поэтапно. То есть, если мы с вами посмотрим также на те движения, которые были, то здесь важно смотреть в разрезе. То есть, сейчас, ну, во-первых, первый, который был, то есть, это кто бы знал, когда купить биткоин по 12 долларов, наверное, бы купил. Соответственно, после того, как спрос вырос, да, то есть, ну, и, соответственно, это приводит к искусственному увеличению спроса. Соответственно, после того, как произошел халвинг, мы видели рост, как в первом, так во втором, так и, вероятно, в третьем случае. Вопрос, как долго он может произойти. Очень большое количество людей, кто говорит о 50 тысяч долларов за один биткоин, кто-то говорит о 250 тысячах долларов за один биткоин, там, в 2022 году. Ну, соответственно, мы с вами посмотрим, как это будет происходить. Также в Admiral Markets торгуется пара как к американскому доллару, так и к евро-доллару. Ну, сейчас вот давайте посмотрим, в целом, где сейчас находится биткоин, то есть, как раз в субботу 9 числа мы видели довольно-таки большое падение с максимума в пятницу от 10 тысяч, опустились примерно до достаточно минимальной значимости в этом году, да, то есть, вот последний минимум, который мы видели, это было 3700, и последнее движение, которое мы видели накануне, да, я включил дневной таймфрейм, вот сейчас часовой, то есть, движение, которое было как раз вчера на фоне предварительного, да, покупок, то есть, возможно, мы видели движение вниз, да, то есть, до 7900, и сейчас он постепенно отрастает, то есть, вполне вероятно, когда произойдет, то есть, мы можем увидеть и резкий всплеск, но вполне вероятно, что это будет происходить планомерно, то есть, это больше такое фундаментальное событие, да, в сфере криптовалют, которое может приводить как раз к росту курса, ну, то есть, тот фактор, который может влиять как раз на рост криптовалюты. Ну, а, кстати, если вы торгуете криптовалютой, то поставьте плюсик в комментариях, давайте посмотрим, сколько из тех, кто слушает данное видео, инвестируют в криптовалюты или торгуют по ним. Ну, а теперь давайте посмотрим по основным новостям, во-первых, по текущей неделе событий довольно-таки немного, ну, понедельник, понедельник вообще у нас сегодня нет событий в России, например, также выходные продолжаются, поэтому понедельник-вторник проходят крайне ненасыщенно с точки зрения новостей, но вот в среду уже выйдут данные по Великобритании, данные по ВВП, безусловно, ожидается снижение, дальше выйдут данные, будет выступление Пауэлла, это будет происходить в среду, и изменения по запасам нефти, то есть, опять же, тот показатель, за которым важно следить, на который важно обращать внимание. Также в четверг будет пресс-конференция Банка Канады, и в пятницу выйдут данные по ВВП еврозоны, то есть, опять же, также ожидается снижение, то есть, первый квартал минус 5,3%, поэтому снижение ВВП Германии минус 0,3%, то есть, все в плане ожиданий на текущий момент. Ну и, собственно, розничная продажа здесь также снижается, это данные по США, и количество открытых вакансий пока оно также снижается, то есть, эти данные будут выходить в пятницу по США, соответственно, также данные за рынком труда здесь сейчас являются важным индикатором текущего положения дел. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, что у нас с точки зрения торговых идей, торговых ситуаций на текущий момент продолжается и сохраняется. Я начну, как всегда, с пары евро-доллар, а здесь на текущий момент у нас с точки зрения часового таймфрейма сохраняется движение восходящее, я напомню, оно началось в пятницу, как раз здесь я открывал сделку на покупку, но вот сейчас, как раз в момент записи данного видео, я вижу то, что цена пытается пробиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу, есть, вполне вероятно, что цене это удастся, здесь я, возможно, эту позицию скорректирую, возможно, ее оставлю до продолжения, до развития ситуации, потому что все-таки пока основное движение здесь у нас сохраняется как боковое, как боковик. И фактически та цена, где я вошел, она находится у нижней границы, что, в принципе, довольно-таки интересно с точки зрения покупок, поэтому пока эту сделку я буду держать. И отложенный ордер buy limit, который у меня стоит, тоже его оставлю на тех уровнях, которые у меня стоят, да, то есть это уровень 1.08.01, то есть там стоит еще один отложенный ордер на покупку, на тот случай, если цена как раз до него дойдет, то возможность будет добрать позиции и дальнейшее продолжение уже движения на 1.10. То есть это сценарий на текущий момент основной по данной паре. По британской валюте на текущий момент мы торгуемся в фазе, опять же, такого тоже боковика. Мы достаточно близко к нижней границе находимся. Здесь, на мой взгляд, более интересны как раз покупки на текущий момент, но пока сейчас мы видим довольно-таки также большую коррекцию. Здесь у меня сделок я не открывал, так как фактически сигнал на вход, он тоже появился в пятницу, но уже во второй половине дня. Как раз после того, как вышли данные по занятости, рынок начал снижаться. Соответственно, сейчас мы видим рывок вниз. Вполне вероятно, что также здесь можно будет получить неплохую точку для входа. Сейчас вот даже попробую поставить отложенный ордер на тот случай, если цена до него дойдет. Я поставлю специальный объем чуть больше, а риск чуть меньше для того, чтобы в этой сделке потерять не такое большое количество. Но в том случае, если она все-таки, эта сделка отработается, получить максимум по прибыли. Соответственно, здесь я бы поставил риск не больше, чем полпроцента на текущем, так как сделка все-таки выглядит пока немножко рискованной. Но если вот будет вот это снижение сюда, в данную область, то есть вот максимально близко к минимуму четверга, если мы сможем опуститься, если цена удержится выше данного уровня, то вот по такой цене я бы вошел в эту сделку с ориентиром продолжения роста, тогда здесь очень хорошее соотношение риск-прибыль. То есть вот фактически мы можем с вами посмотреть, что если данный сценарий сохранится и мы пойдем, например, в область 1.26, то в этом случае, сейчас я поставлю также take profit 1.26. Соответственно, здесь мы можем получить порядка 5.5% к размеру счета в этой сделке, то есть соотношение 1 к 10, что выглядит довольно-таки неплохо и в текущей ситуации. Поэтому посмотрим, сможет ли цена ситуации скорректироваться и уже отслеживать данную ситуацию. Вот такая идея по британской валюте. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент продолжает пока свое нисходящее движение, но также мы находимся в области поддержки, от которой также вполне вероятно может и возобновиться рост. Сейчас мы видим с текущего уровня цена немножко подрастает. Соответственно, здесь ближайший разворотный уровень я могу отметить на максимуме, который был как раз в пятницу. Это 1.39.94. Если цена закрепляется выше данного ценового значения, то здесь имеет смысл уже поискать как раз покупки или выйти из продаж, которые здесь могут сформироваться. То есть, опять же, здесь больше напоминает как раз вот такой боковик с целями роста. Здесь до 1.42 вполне можем увидеть. Папуарь американский доллар, японская иена. Вот здесь началось восходящее движение, которое мы видим с конца прошлой недели. То есть, сегодня мы уже торгуемся на локальных максимумах за последние несколько торговых сессий. В пятницу мы смогли, ну точнее, подходили вплотную к максимальным значениям четверга. Вижу, что да, одной даже свечой смогли закрепиться, потом вышли на коррект. Сегодня уже растем по данным инструментам. Соответственно, здесь покупки по нему интересны, но если мы посмотрим более крупный таймфрейм, соответственно, мы видим, что движение пока здесь все-таки сохраняется у нас нисходяющее. И вот как раз этот рост, который здесь мы видим, на мой взгляд, имеет смысл рассматривать как возможность продать по чуть более высокой цене. Поэтому здесь пока я буду, то есть, здесь, во-первых, для покупок уже поздновато входить в хорошие сделки. Ну, а для того, чтобы искать продажи, то есть, посмотрю, насколько высоко сможет цена уйти. И уже после этого попробую искать как раз продажи по доллару и иене. Австралиец. Австралиец продолжает рост. Здесь сохраняется пока тенденция восходящая. Цели, мои цели по данному движению, то есть, которые я ожидаю, это уход выше отметки 65.60. И дальше уже, ну, примерно среднесрочно приблизится к 66.82. С точки зрения часового таймфрейма, здесь у меня пока сделка также открыта. Сегодня мы обновили локальный максимум. То есть, ну, вот сейчас буду смотреть, может ли цена закрепиться ниже минимумов, которые были также в пятницу сформированы. То есть, вполне вероятно, что мы здесь можем получить разворот. И мой сценарий, который я рассматривал, он подтверждения не получит. То есть, мы от уровня 65.67 уйдем в коррекцию. Цена пойдет дальше уже по нисходящей. Соответственно, здесь я буду ожидать как раз, если сможем закрепиться ниже минимумов пятницы, то из позиции я выйду и дальше держать ее уже не буду. По паре новозеландский доллар. Картина похожа. Здесь тоже у нас мы не смогли пока обновить локальный максимум. То есть, находимся в верхней границе. Вполне вероятно, что нисходящее движение здесь тоже уже назревает. Соответственно, на Новозеланде сейчас корректируется от локальных максимумов. И здесь тоже я буду наблюдать. Затем сможет ли цена закрепиться ниже минимальные значения, которые были сформированы в пятницу. Тогда уже подумать о продажах. Но опять же, если мы смотрим тенденцию последних нескольких месяцев, мы с вами видим, что тенденция пока все-таки сохраняется восходящая. То есть, на фоне как раз восстановления экономик. И мы видим планомерное падение американского доллара. Соответственно, сейчас уже аппетит риску возвращается. Соответственно, в доллар меньше инвестируют, а начинают инвестировать уже в фондовый рынок инвесторы. Соответственно, это также может приводить к снижению американской валюты. Ну и собственно, здесь опять же возможности купить я буду рассматривать как основной сценарий. То есть, на тех коррекциях, которые будут завершаться, буду сказать возможность купить, точнее продать американской доллар, но в валютной паре новозеландский доллар, американский доллар купить данную пару. Золото продолжает торговаться в небольшом боковике. Пока общий настрой здесь также сохраняется восходящий. В пятницу немного скорректировались. Сейчас также пока тенденция к росту сохраняется, в том числе с часовой таймфрейм. Это вот такие неплохие уровни для того, чтобы купить, войти в данную сделку. Но пока, соответственно, цена движется в восходящем тренде, в восходящем канале. То есть, он пока у нас здесь сохраняется. Если цена уходит ниже минимальной значения, которую мы видели в пятницу, то можем ожидать начала нисходящей формации. По индексам. Здесь пока у нас также сохраняется движение восходящее, которое у нас началось еще в 5 мая, которое мы отслеживаем и по индексу DAX, и по индексу S&P 500. Поэтому здесь также пока движение восходящее сохраняется. Но сегодня с утра мы видим коррекционное движение как по DAX, так и по S&P 500. Поэтому здесь, опять же, как основной сценарий, я для себя буду рассматривать возможности покупать на коррекциях. А по S&P, также здесь я ожидаю, то есть на текущий момент цели по движению уходят до примерно 3 тысяч. То есть, там у меня стоит take profit. Я понимаю, что цена туда может и не уйти. Это рынок. Но это с точки зрения постановок цели, с точки зрения данной позиции, куда было бы интересно прийти по данной сделке. Поэтому сделку по S&P я здесь также пока продолжаю держать. Ближайший разворотный уровень это как раз минимум пятницы. Это 2884. Буду также смотреть, как цена сегодня будет корректироваться. Если будем уходить ниже данного уровня, то вероятно позицию буду закрывать руками. Ну а take profit у меня стоит по 3 тысячи 14. По нефти марки Brent, если мы с вами посмотрим, то пока в рамках дневного таймфрейма у нас такой небольшой боковичок здесь сформирован. Опять же, покупать внизу, мне кажется, наиболее интересно у поддержек по VTI. Также мы сейчас находимся, VTI находится на локальных максимумах. Поэтому здесь, с точки зрения торговых идей, опять же, покупать на коррекции. То есть, там у областей поддержки. То есть, сейчас цена находится довольно-таки высоко. Сделка, которую я открывал спекулятивно на прошлой неделе, она закрылась буквально пункт в пункт по стоп-лоссу. Стоп-лосс я переносил на точку входа, но немножко поколебались по тем уровням, которые были. Сейчас фактически цена находится по тем же значениям, которые мы видели на прошлой неделе. Здесь я также для себя буду искать возможность купить, но по фьючерсу на нефть WTI, это примерно 23.47. То есть, вот примерно в этой области, мне кажется, было бы интересно как раз купить. И опять же, сделка спекулятивна. Мы не, то есть, в рамках данных видео мы не разбирали такие. Это, ну, фактически вот новое. То, что сейчас для меня интересно с точки зрения того, чтобы поторговать на нефти. И вот мне кажется, эта ситуация крайне интересна для того, чтобы попробовать ее реализовать и ей воспользоваться. Ну, а на сегодня это все. С вами был Исааков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео. Ну, а те вопросы, которые появились, то оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего дня. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok